Ириска-редиска Если у вас действительно была такая травма от узкой обуви, от неправильно подобранной, то скорее всего это не грибок. В данном случае в качестве профилактики хлоргексидин хорошо, масло чайного дерева вдобавок еще лучше. И поскольку летнее время это действительно подчищение свободного края этого анихолизиса, для того чтобы там ничего не завелось неприятное. И поскольку сейчас идет опять-таки сезон открытой обуви, вы увидите изменения в отрастании ногтя где-то через полгода это минимум. И очень хорошо, что сейчас летнее время у вас есть возможность не травмировать дальше и не надавливать закрытой обуви опять-таки этот участок. На дальнейшее подобрать обувь с широким носком, чтобы не было сжатия и давления на этот участок. В принципе никаких других способов борьбы с этой проблемой нет. То есть профилактические средства, которые вы наносите в зону проблемы и правильно подобранная обувь. Это вот два основных момента, которые помогут вам избавиться от этой проблемы. Следующий вопрос от Ириски. Моя подруга частично оторвала ноготь. Прям триллеры какие-то сплошные. От ногтевого ложа на мизинцы. А поскольку ногти длинные были, то решила как-то спасать ситуацию и пошла в первый попавшийся салон. Там ей, как я поняла, оторвавшийся ноготь отремонтировали с помощью геля для наращивания ногтей. Боль была адская, но она чуть не потеряла сознание. А, но она чуть не потеряла сознание. Не мудрено, в принципе. Но дотерпела эту процедуру. На курсах маникюра нам рассказали, что можно ремонтировать ноготь с помощью шелка. Но это касалось свободного края. Каким способом ремонтируются ногти, которые оторвались частично от ногтевого ложа? Какие материалы можно применять? А чего не стоит делать? И стоит ли вообще обычному мастеру маникюра заниматься таким случаем? Спасибо. В принципе, кроме мастера маникюра, никто не сможет поремонтировать сломавшийся ноготь в зоне ногтевого ложа. Это действительно достаточно болезненное ощущение. Я думаю, что каждому, у кого были искусственные ногти, приходилось с этим сталкиваться. И этапы. Что нужно сделать, если у клиента сломался ноготь в зоне натурального, в зоне ногтевого ложа? Есть, опять-таки, два момента. Если это натуральный ноготь, ногти длинные, хочется сохранить. И второй момент, если это искусственные ногти, и тоже нужно как-то избавить клиента от этой проблемы. Первое. Если травма глубокая, то есть действительно идет с кровоподтеками, идет открытое ногтевое ложе, отломался ноготь серьезно, то нужно убрать длину первое, обработать ноготь перекисью водорода, то есть зону раны, и закрепить ногтевую пластину так, чтобы не было никакого вмешательства, то есть чтобы на этот ноготь, на травмированный, было минимальное воздействие внешней окружающей среды. Нужно закрепить его либо пластырем бактерицидным, сверху обязательно, если ваша работа связана с влажностью, то есть с водой, мытье посуды, влажная какая-то уборка, нужно закрывать напальчником, чтобы не было попадания воды. Но обязательно при любой возможности открывать для того, чтобы попадал воздух, чтобы не было запаривания, чтобы не было эффекта сауны и не развивалась там какая-то инфекция. Затем, когда вот этот вот болевой шок ушел, и когда рана более-менее затянулась, тогда мы уже можем приступать к каким-то манипуляциям. То есть, опять-таки, если это натуральный ноготь, что мы делаем? Можно покрыть ноготь тонким слоем акриловой пудры. То есть, акриловую технологию можно использовать, такой акриловый чехол, так называемый. Не гелевый, потому что гелевая технология в любом случае будет вызывать эффект жжения, и этот участок, травмированный, будет еще больше подвергаться такому вот воздействию. Можно использовать шелк, действительно, то есть, технология клей-пудра здесь может быть применена. Ну и еще такой вот устаревший вариант, как файбер-глаз. Тоже наносится клей, и наносится файбер-глаз, который потом зашлифовывается и запиливается. Сверху наносится какое-то покрытие. И у нас под рукой всегда есть клей для типсов. Клей достаточно мощный, он очень быстро выветривается, испаряется. Этот клей производится на основе цианакрилата. Он достаточно быстро испаряется, схватывает, соединяет вот эти вот поломанные участки, а также является антибактериальным, то есть, он обладает еще и антибактериальным действием. Лучше всего брать клей, так называемый резин. Это гелеобразный водоотталкивающий клей, как раз который используется вот для таких вот проблем, для проблемных ногтей. Это то, что касается натурального ногтя. Если мы сталкиваемся с такой проблемой на искусственных ногтях, то опять-таки мы обрабатываем рану перекисью водорода, мы убираем длину, фиксируем пластырем бактерицидным, чтобы минимизировать воздействие окружающее, чтобы не было возможности даже как-то подцепиться под этот ноготь. И когда уже подживает рано, мы можем фрезером счистить вот эту вот ложбиночку, аккуратненько снять искусственный материал для того, чтобы наложить новый. Подставляем форму и моделируем заново этот материал, этот ноготь вернее. Если мастер владеет и гелевой, и акриловой технологией, то лучше выполнить это акриловой технологией. Если все-таки мастер не владеет акриловой технологией, то рекомендовано не снимать прям до самого натурального ногтя, а выложить материал чуть толще, уплотнить его, сделать ноготь более таким уплотненным, более толстеньким, чем все остальные, для того, чтобы не ощущалась вибрация и какие-то вот тактильные моменты в процессе жизни. Вот такие вот два варианта решения этой проблемы. Татьяна Бабенко. Актуальный вопрос, тоже собран из многочисленных. Здравствуйте, хочу приобрести LED-лампу, но сомневаюсь, так как в интернете пишут, что есть свои плюсы и есть свои минусы. Например, что не весь, не все гель-лаки сушит. Посоветуйте, стоит ли ее покупать. Действительно, есть плюсы и есть минусы, но в большей степени это касается самого материала, с которым вы работаете. Существует классическая ультрафиолетовая система, которая в LED-системе, в LED-лампах просыхать не будет. А также существуют материалы-гибриды, материалы нового поколения, которые просыхают и полимеризуются только в LED-системах и не будут просыхать в ультрафиолетовых лампах. И следующий, скажем так, новый этап, новое поколение материалов, это материалы-гибриды, которые сохнут как в ультрафиолетовой системе, так и в LED-системе. То есть от того, выбирать вам LED-лампу или не выбирать для того, чтобы сократить время обслуживания клиента и, соответственно, обслужить больше клиентов, зависит от того, на каком материале вы работаете. Если ваш материал подвержен просушке в LED-системе, то, конечно же, стоит перейти на LED-сушку, для того, чтобы ускорить процесс. Если же нет, то какой смысл? Если вы планируете в дальнейшем как-то менять материал или приобрести, допустим, систему, которая сохнет в LED-системе, моделируете вы, например, гелями классической системы и вам нравятся эти материалы, и вы не хотите их менять, вы остаетесь на ультрафиолетовой системе. А гель-лаки, например, вы приобретете, которые прекрасно сохнут в LED-системе. То в таком случае я могу посоветовать вам приобрести гибридную лампу, которая сушит и LED-материал, и ультрафиолетовый классический материал. Их достаточно много на сегодняшний день на рынке. Можно промониторить рынок. Та лампа, на которой я остановила свой выбор, у меня действительно гибридная лампа сейчас в работе. Это лампа последняя, которая вышла новая в системе, в компании Magnetic. Это лампа фирмы Magnetic. Она компактная, она удобная, она работает как на ультрафиолетовую систему, так и на LED-систему. То есть, мной она проверена, протестирована, все материалы в ней просыхают замечательно. Ничего не приходится менять и никаким материалом не приходится подстраиваться. Поэтому просмотрите вариант гибридных ламп. Я думаю, что вы подберете себе и по цене, и по качеству то, что вам подойдет. Татьяна Благова. Можно ли при детском маникюре отодвигать кутикулу? Чем отодвигать? Апельсиновой палочкой или уголком полотенца? А также вычищать птеригий. Вопрос возраста ребенка. При детском маникюре какого возраста? Если детки совершенно маленькие, то и эта кутикула не доставляет дискомфорта, то есть она не ползущая, она не превращается в заусенцы, то такую кутикулу отодвигать не нужно абсолютно. Достаточно после распаривания, то есть после водных процедур, тщательно протереть кутикулу мягким махровым полотенцем и чистить вот этот вот, ну, легкие роговевшие клеточки, лэп называется, да, то есть в простонародье. Этого будет вполне достаточно. Если это подросток и детский маникюр, мы говорим о клиенте до 14 лет, и это действительно доставляет дискомфорт, то в таком случае мы можем отодвигать кутикулу и более эффективно будет ее отодвигать металлическим инструментом, чем деревянным стеком или апельсиновой палочкой. В таком случае, если кутикула требует дополнительного вмешательства, то это отодвигание, обрезание заусенцев, вплоть до того, что обрезание кутикулы, то лучше это сделать обычным классическим способом, как мы это делаем клиентам в стандартной услуге. Главное, чтобы это был неглубокий маникюр с соблюдением всех показаний детского маникюра, в том числе, вычищать птеригий, ну, счищать скорее будет правильно, чем вычищать. Вычищать, в моем понимании, это топориком подходить вот под кутикулу и оттуда доставать роговевшие тонкие пленочки кожицы. Я думаю, что этого делать не нужно, просто аккуратно, механически, накожницами или ножницами убрать мешающие участки, которые доставляют ребенку дискомфорт. Танюшка Грушка. Добрый день. Нашла ваши видеоуроки в сетях интернета, и теперь не могу оторваться от их просмотра. Сначала хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд и за то, что вы свой опыт передаете нам чайникам. И вам спасибо за внимание. Я всегда готова делиться с вами всем тем, что знаю. Я еще полный чайник и только пошла на обучение маникюру, так как школ в нашем городе не очень много, а учителей и того меньше, выбрала школу по карману. Учитель-мастер со стажем 11 лет передает нам свой опыт и свою технику. Если честно, ее способы держания инструмента мне неудобны. И когда я делаю маникюр, то больше зациклена на держании инструмента, а не на самой работе. Я пересмотрела кучу видеоматериала, и никто так не держит инструмент, как пытаются научить нас. Все это эмоции, а теперь вопрос. Правильно ли держать инструмент так, как на фото 2? Я могу сразу ответить, что такой захват инструмента неправильный. Ни в одной школе не обучают так держать инструмент. Ну и в принципе не важно, это мастер обучает, либо это в школе вы учитесь, и вообще в принципе все то, что вы делаете, должно быть для вас удобным. И захват инструмента. Я могу допустить, что на первых этапах, в первый день это может быть неудобно. И то для тех мастеров, которые уже имеют какой-то опыт и уже имеют наработку. Вот говорят, привычка, вторая натура. Привыкла так держать и переучиться очень тяжело. Но опять-таки буквально на четвертый день, на третий-четвертый день, опять-таки, из своего опыта и своей практики, могу сказать, что мастера, которые переучиваются и держат инструмент так, как правильно, говорят о том, что уже и забыли, в принципе, как держали раньше. Потому что вот так держать намного удобнее и намного удобнее оказывать услугу. Поэтому, если вам неудобно, и это уже на протяжении какого-то времени, там, ну, неделя прошла, да, и вам неудобно, то, ну, я могу с уверенностью сказать, что это неправильный захват. Ну, и судя по фотографии, это действительно так. Второй вопрос. Можно ли щипчиками удалять кутикулу сразу, без использования ножниц, для удаления кутикулы? Да, можно. Существует две техники механической обработки кутикулы. Это ножничная техника, когда мы ножницами работаем, и накожничная техника, когда мы кутикулу удаляем накожницами. Там идет определенный тоже угол наклона и идет определенная техника обработки, для того, чтобы впоследствии не появлялись заусенцы, для того, чтобы кожа отрастала правильно и ровно. И вообще, нам инструмент разрешается взять по-другому, только когда работаешь с левой стороны ногтя. Правильно ли это? Или это скорее наработка, которую пытаются навязать нам? Спасибо еще раз, извините за такие вопросы. Извиняться не за что, и это абсолютно адекватный, объективный вопрос. И не только вы сталкиваетесь с этим. И спасибо за то, что вы его задали. Когда вы идете обучаться к мастеру, даже с многолетним стажем работы, будучи мастером, с вами мастер делится не только своим опытом, как правильно работать с клиентом, а еще и делится со своими ошибками, которые он приобрел в процессе обучения когда-то, и в процессе работы своей, и в процессе привыкания к захвату этого инструмента. Поэтому я не могу сказать, что правильно обучаться у мастера работающего, который и не до конца передает информацию. Особенно если это маленькие города. Мастера не всегда охотно отдают вот эти вот маленькие тонкости и нюансы, потому что понимают, что воспитывают в себе, собственно говоря, конкурентов. А если еще и ученик попадется талантливый, быстро схватывает, и быстро все перенимает, и у него получается все очень хорошо, даже наоборот, будут скрывать какую-то часть информации, которая может помочь вам развиваться и правильно обслуживать клиента. Ну и ваши, скажем так, не то чтобы опасения, а догадки относительно наработок, навязываемых вам, абсолютно правильные. Мастер, который привык так работать на протяжении 11 лет, навязывает вам свою технику, а он другой не знает просто, и ничего другого предложить вам не сможет. Это как раз тот момент, когда мастер может быть хорошим мастером, качественно выполнять услугу. Эти захваты инструментов ему абсолютно приемлемы, и он благодаря этой техникой наработал большое количество клиентов. Но как преподаватель он не состоялся и вряд ли состоится, потому что нельзя быть одновременно и мастером, и преподавателем. То есть, может быть, на каком-то недолгом промежутке времени, когда, будучи мастером, ты становишься преподавателем, и впоследствии отказываешься от обслуживания клиентов, потому что невозможно совмещение этих двух процессов. Я желаю всем вам удачи, я желаю вам творческих развитий, вдохновений, хорошего настроения, хороших клиентов. Учитесь, развивайтесь, находите новые техники, новые технологии. Конечно же, задавайте вопросы, я буду ждать от вас их, и всегда буду рада на них ответить по возможности. Еще раз хочу сказать, что те вопросы, на которые, опять-таки, нельзя ответить теоретически, мы будем собирать, ставить их в очередь и снимать на них видео, для того, чтобы давать на них практические ответы. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok